Привет зрители, с вами Эмбра, и сейчас я хочу начать новое прохождение Crusader Kings 2 с модом Плюс. Почему я выбрал именно этот мод, а не моды типа Вархаммера и его подобных, я расскажу в конце видео, не хочу занимать сильное начало. Почему я выбрал именно Армению в данном прохождении? А всё потому, что в этом регионе я вообще не играл. Серьёзно, сколько я играю в эту игру, я именно здесь, насколько я помню, никогда не играл. Это во-первых. Во-вторых, это достаточно интересный регион в моде Плюс. Плюс, потому что, посмотрите, здесь апостолизм, религия, которая только здесь, её больше нигде просто нету. Помимо этого, у нас здесь есть оппонент, он находится вот здесь вот. Ну, думайте, наверное, одна провинция, да? Чё? Да его победить нефиг делать. Ну, посмотрите, 8 тысяч. Сама религия, она очень имбоба, помимо этого, он ещё является патриархом, то есть он глава церкви. Смотрите, он может объявлять священные войны всем религиям, даже христианам. Он может призвать войска за благочестие, у него, кстати, они, походу, и есть. Заповеди признают только Петра и всё такое. Мы можем принимать, как и он, антиохийскую или александрийскую школу богословия. Но это всё потом. Так, чё это мы на него? Мы что-то играем. Мы апостолизм, это просто наша ересь, а мы, получается, как отдельная ветка, то есть мы ничья не ересь. Это хорошо, потому что меньше проблем будет. А здесь, конечно, возможно, тем меньше. И ещё у нас здесь есть католикс. Католикс, как-то так, короче. Он у нас находится в нашей столице. Вот церковь, но, к сожалению, он не наш вассал. То есть влиять на него мы не сможем. Но мы можем, наверное, его просто захватить. Но в таком случае мы его просто изгоним. Да, и он станет независимым. И ещё помимо этого он будет нас просто ненавидеть. Так, я не создавал нового персонажа, хоть я это, конечно, люблю очень делать. Не создавал, потому что у нас здесь есть такое свойство, как братья в другом государстве. А у нас здесь, точнее, не брат, а просто родственник, достаточно дальний. Но есть он в Грузии. И, кстати, он женат на моей сестре. Союз, он, да, он не захочет делать союз, потому что он не заинтересован политически. Конечно, странно, ведь мы в таком регионе, везде опасности. Почему бы просто не засоюзиться? Он, кстати, что странно, мы являемся главой династии. Хотя он король, и по факту ведь он должен быть главой династии. Но нет, он достаточно дальний. Я даже не знаю, какое это колено. Родственник связи, конечно, маловато, если так смотреть. Но мы родственнику наша династия, поэтому мы с ним будем дружить. Смотрите, что ещё. На стройках кампании перед началом игры я выбрал случайные отстеки и случайные монголы. Да, я мазохист. Ребят, я просто хочу... Нет, на самом-то деле до нас монголы вряд ли доберутся, да и отстеки тем более. Я просто хочу посмотреть, что будет, когда слабые. Хотя это уже второй сценарий эпоха викингов. Здесь уже королевство достаточно сильное. В первом сценарии против отстеков и монголов не выживает никто. А сейчас, ну, уже более-менее мы покрепче, точнее, остальный мир покрепче. Поэтому это немного разнообразит кампанию. Потому что обычно отстеки и монголы приходят на поздних датах, когда уже все достаточно сильные державы, уже крупные. И много войск, и боевой дух. Короче, они достаточно часто просто отбивают этих захватчиков и даже скучно становится. А вот когда слабые, вот интересно посмотреть. Конечно, когда ты не находишься в эпицентре событий, тогда вот интересно. По-иному никак. Так, смотрите. Наследник... Нет, давайте пока это посидишь. На самом-то деле мы достаточно тупой. Брат даже вышел... Не брат, чего брат называю? Может, только до десятиюрный, но все-таки брат наш. Но он получше, конечно, походу. Нет, мы оба ужасные, на самом деле. Давайте три из трех. Ну, на самом деле нам нужно в управление, наверное, уходить. Но давайте поженимся на дамочке. Смотрите. У нас сейчас есть выбор. У нее есть слабая претензия. Где находится? Лава находится при дворе у католикса нашего. Но она же Халкидонка. И как-то не круто вообще так. Еретичка в храме. Короче. У нее есть претензия на титул Византии. Это на самом деле очень круто. Но с другой стороны, кстати... Вот это помоложе есть. Багрена рожденна. Вот она даже лучше будет. Давайте на ней. Управление. Нам главное, на самом деле, это просто управление. И она на два года младше этой. Поэтому это хорошо. На самом деле, просто мы старые, но у нас уже наследники есть. Так что, в принципе... Ну, доходы. Давайте деньги возьмем. А, так. Насчет событий. Я уже начал говорить, что-то уехал. Я выбрал настройку в плюсе, в этом моде. В том, что мы можем теперь нападать на любых государств, используя кососбили подчинения. Написано то, что такое кососбили есть только у слабых государств. Ну, то есть оно есть у всех. То есть, получается, на нас тоже напасть могут. Но почему-то на этих самых, вот, я вроде бы не имею такой возможности. Видите? Азербайджан. Видите, мы не можем просто напасть. На самом-то деле. А вот на этом мы можем. Достаточно странно. Я не знаю, какие критерии есть, но пускай так. Так, мы поженились. Хорошо. Давайте, пусть пойдет время. На самом-то деле, мод достаточно тупит, потому что его очень сильно переработали. Обсуждать нововведения достаточно долго, но... Йомс, викинги. Можете почитать, я не буду читать. Достаточно много чего добавили. Это обсуждать очень долго. На самом-то деле, самая большая переработка, как мне кажется, это вот провинции. Вот реально провинции, посмотрите. Как-то непривычно даже смотреть на это. Ак-Аруни и Сан-Сиага, ну просто разбили порту, чуть выше вроде подняли. Ну, такой, конечно. Привыкать придется по-другому, потому что я привык действовать по тактике старых провинций. А тут немного все иначе. Так, кстати, вотчина поднялась на двоечку. Смотрите, что еще. Нехватка амбиций. Если мы не возьмем амбицию, то... Мы теряем престиж. Но, к счастью, амбиции здесь просто навалом. Здесь их, конечно, рассматривать... Достаточно много времени займет, поэтому давайте просто выиграли в войне. Мы получаем единичку военного навыка. Это очень круто, на самом деле. То, что дают еще и навыки за вот это все. Там можно и дипломать, и все остальное. Это мы все, конечно, рассмотрим. Эффективные владения. Я не знаю, что вот это вообще значит, и как это поднимать. Но у нашего здесь есть родственничка. Получший модификатор. Снеплемянник. А, ну, сестра, понятно. А то, смотрю, кровка-то побольше стала. А это тусклая. Так. А, кстати, ссылочки тоже есть. Можно по Википедии почитать. Посмотрю, может, что-то расскажу вам. Давайте нападем на наших соседей, пока это не сделал наш оппонент. Потому что... Я вполне надеюсь, что он просадит свои войска. Потому что с ним разбираться достаточно будет сложно. Мы еще, кстати, его воссализируем. А это не круто вообще. Придется с ним еще разбираться. А профи-то, кстати, в социализации. Тимуре мусульман. Вообще, ну, другой религии, другой культуры очень мало. Потому что они нас любить не будут. Смысл, что он здесь тусуется в нашем государстве. Так, ладно, давайте. Так, а войск, к счастью, у нас достаточно. Давайте быстренько их соберем здесь. Так, а ты сюда. Так, можно время, принципе, поднять. Вы могли спросить у меня, почему я... Так, это мы убираем. Почему я не начал играть завод этого пабликианца? Потому что, ну, типа, он интересный. Можно было им поиграть. Да, я сначала думал играть им. После корова переворота, спорождающегося свержением заключения Абдул-Латифа, халиф Аль-Мутаз восстановил порядок в Абсийской империи. Сунинский халифат снова имеет власть, уважаемые всеми его вассалами. Стоит ожидать, станет ли халиф Аль-Мутаз вместить тем дворянам, что держали его в заложниках, а также сможет ли он вернуть землю и утеряны в результате этой анархии. Круто. В чем я говорил? Он достаточно четкий, им играть интересно, но им легко играть с такими-то модификаторами, с такими-то возможностями, войсками. Это достаточно просто все сделать, поэтому я решил все-таки начать за Армению. Хоть и выглядит она больше этого государства, но играть ей сложнее. Кстати, здесь у нас еще кузен. А вот с этими желательно как-то расправиться. Хотя мы просто могли бы эти провинции себе забрать, но я думаю, что стоит лучше, наверное, оставить их и захватывать сами. Просто здесь проблемка в том, что у него есть претензии на вот это вот герцогство, а если он объявит войну ему, а у них равные войска, то он уйдет из-под нашего вассалитета, потому что он станет герцогом. А это реально не круто вообще. Так, давай соединяемся. Еще что от меня вот, конечно, поразило, но на самом деле это в многих модах реализовано. То, что для того, что мы вне двора, плодвидость уменьшается, ну, 100. Конечно, странно. Не, ну, нет, это реалистично, это все круто, просто в других модах минус 20% там вроде в игре престолов было. Но на самом деле минус 100, это реализм, это я поддерживаю. Конечно, то, что вероятность раскрытия заговора минус 25%, это уже не круто. Ну, такое, конечно. Но мы сейчас должны вообще размножаться, потому что один сын, это опасно вообще. Ну, давайте пока проведем эту войну сами, пока будем полководцем. Потому что один сын, мало ли что с ним может стать, а заручиться еще одним, было бы вообще круто. А колония напала на вот этого самого мусульманина, конечно, ей логично не было напасть на вот этого, потому что здесь она напала за одну провинцию, а здесь могла напасть за две. Но это хорошо, потому что она пока поразминает остальных наших оппонентов, пока мы разбираемся с этими. А мы еще достаточно развитые, кстати, вот посмотрите, стройка замков. Европейцы отстают, понимаете? То есть мы здесь еще четкие. Конечно, мусульмане такие же развиты, как и мы, так что мы особо этого превосходства не чувствуем. Но от византийцам с западом воевать, конечно, легче. Булгария? Господи. Мадьяры так, что ли? И что, они выиграли? Фигеть. Обычно они проигрывают и разваливаются моментально. А тут, глядите, выиграли. Булгария, кстати, залезла прям почти внутрь Греции. Но это стартовые территории. Но я думаю, византии им еще покажется. Давайте, пока не будем этих трогать, забираем эту провинцию до конца уже. Или хотя бы возьмем город, а потом разберемся с ним, и уже, наверное, будет 100%. Кстати, почему... Вот я еще одна, один минус. Почему я не начал играть за его? Потому что у него нет уникального ордена. Браса Святого Иакова. Браса Святого Иакова это монашеский орден Апостольской Церкви на Святой Земле. Его главной миссией считает защитой имени церкви и служение признаний по всему миру. Орден также забудется о больных и голодных, а также обучает молодых священников. Во время вчерашнего собрания совета, тайный советник Татул рассказывает нам слухи, которые слышал он. Крестьяне говорят, что артефакт скрыт неподалеку. Специфичен с ним информация Татул побуждает сомнения. Но, возможно, следует это разузнать. Давай, ищи. Давайте вступим. Глава этого братства у нас вассал нашего вассала. Классно. Интересно, а глава церкви вступит? Епископ? Не, не вступит. Но было бы интересно. Он обычно вступает. Я, конечно, тестил. Я чекал на стороне. Он должен вступать в это братство. Конечно, странно. Глава церкви и будет... Так, ладно. Давайте отобьем провинцию. И будет на какой-то низкой должности. Еще опасная фракция. Наш кузен Ашо 2 встает. Что тебе не нравится, скажи? Собрал ополчение. А, претендует на титул. Слабые претензии. Так, смотрите, проблемка. Оспа. А это уже не круто, на самом деле. Мы сейчас будем истощаться поконкретнее. Ведь вроде бы в этом моде истощение подтянули. Но это по моим ощущениям. Я этого не читал. Не знаю. Просто мне показалось. Но войска истощаются почему-то быстрее. Они уж попрятались. Смотрите. А, кстати, мы их забыли же расставить. Менять их не будем. Потому что мы знаем, с чем это нам может обернуться. Пока имеем себе. Кстати, он не сильный вассал. И нету сильных священ. А, нет. Вот этот хороший. Давайте его поставим. Может, ему какой-то сейчас титул дадим. А, вот это вот неплохо. И вот давайте нашему двоюродному брату дадим. Все, вроде выровняли в плюс. 6000. Ты уже, когда сажатели. Кстати, там трет можно получить уже при... Да, не может выполнять. Поиск артефакта. Получить при осаде провинции. Там замка вроде. Или города. Без разницы вроде бы. Куда-то напал. Это плохо. Потому что, скорее всего, мы можем вступить в войну уже и с ним. Сто процентов. Ну-ка. Фу, хорошо. Не воюем с ним. Успели. Победить в войне. Выполнили амбиции. Давайте распускаем войска. Потому что, видите, они начали уже истощаться. Нам нужно сейчас закрывать воротом. Да, классное начало серии. Сразу же оспочка у нас здесь. Скиночет королевства Армения. Да, вот эти вот территории не заходят к нему. Это у нас... Это у нас уже Грузия пошла. Империи, кто не знает, есть всего две. Это Венатийская империя и Каролинская империя. Их всего две под июре, можно так сказать. А вот если попробовать создать империю, то она... Вот весь мир будет без названия Черный Герб. Такие вот дела. Империи, скорее всего, приходится создавать только по решению. Кстати, здесь еще много чего есть. На благотворительность. Можно пожертвовать на благотворительность. Это уже в храм. Точнее, в наше братство. Взять займ. Пятилетний по 25%. Можно приглашать вот этих вот. Это, кстати, очень хорошо. Потому что обычно приглашают дворянина, а они... А тебе нужен тайный советник. Но нет такой опции пригласить тайного советника. Это круто. На самом деле, очень круто. Можно начать раздачу титулов. Очень удобно сделали то, что вот теперь можно выбирать, какие титулы нужно раздать. Потому что обычно ты нажимаешь... Поручаешь своему канцлеру там или управленцу, кто там сейчас раздает титулы. Раздать титулы и он раздает все твои самые главные. Там столицу. Ну, не столицу. Не раздаст. Ну, столичные, короче, провинции в герцогстве. Мать умерла. А те провинции, которые ты завоевал, которые действуют модификаторы, они полностью нулевые. Он тебе оставляет. Это вообще... А еще лучше, когда он их забирает себе. Вот это вообще самый шик. Так. Можно победить в войне, но уже профита с этого будет немного. Ведь только один раз можно получить навык. Править... Получить здесь управление, но править нужно десять лет. Культуру провинции. Создать великий совет. Это очень сложно. 200 престижа на самом деле не стоит того, чтобы париться. Обратить провинцию. Подружиться с... Католикосом. Ууу, даже не знаю. Боевые навыки. Но здесь шанс маленький. И я думаю, что нам не стоит сильно так этим заниматься. Сосать королем. Мопана. Здорово. В чем проблема? Черт, а это уже фигово. Так, у тебя сука войска. 1000. Ты болен оспой, тяжелая болезнь. Сдохни. 68 лет. Ну, я думаю, ты склеишься на самом деле. Тяжеленько. У тебя болезнь минус 4 в таком возрасте. Хотя ты сыт. А это плохо. Плюс половиночку дает. Так. У нас все-таки плюс 15. Я не знаю, как это поднять. Кто в курсе, кстати, кто разбирается в этом моде, напишите, пожалуйста, в комментариях какие-то советы. Потому что я вот, может сказать, только в него зашел. Вот. Я даже не знаю, что здесь можно делать толком-то. Поэтому цели на компанию я не ставлю. Потому что я не знаю, какие наши возможности. Так. Войск у нас нету. Вообще стоило... Так. Никто зашел. Здесь торговый путь проходит. Стоило здесь вот построить фактории. Но, видите, у нас денег нету. Что нам нужно сейчас делать? Сейчас здесь идет оспа. Оспа идет. И она должна истощать их войска. Потому что сейчас у нас войск очень мало. И мы должны сейчас их пополнить. Мы не сможем, потому что все запрятались. Классно. Очень классно. Ладно, давайте сейчас потянем время. Или не потянем время. Посмотрим. Претензии. Опа-на. А мы, кстати, можем напасть на византийство, что там правит ребенок. Ссылочка есть. Но она все равно сильная. Мой маршал Вассак Сюник рассказал мне о замечательном вооруженнике, живущем в... Он предложил мне пригласить этого, наверное, мастера к моему двору, чтобы я мог увидеть, как он работает. Если сможет произвести на меня впечатление, я могу заказать себе собственное оружие. Это очень круто, но... Мы не посилен. Если кто не знает, то там цены нереально высокие. И для нас в такой ситуации... Событие редкое, но нам придется отказаться. Серьезно. Жалко такое, конечно, пропускать момент. Здесь уже иудеи себя прекрасно чувствуют. Халки Донс. Ну, это ладно. Понятное дело. О, Одесси. Тоже иудаизм. Классно. Так, что будем делать? Он пытается собраться с остальными, но сейчас у него нету боевого духа. Могли бы напасть в этот момент, но мы бы тоже, конечно, минусы были. Здесь из-за того, что горы, конечно, сражаться вообще не очень удобно. Ладно, нам нужно что-то делать. Мы теряем еще войска. Господи. Так. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы берем займ. Соточку. И уходим в наемники. Да, куда же без них. Э, фух, я перепугался до корабли. Чего меня так пугаетесь-то, а? Тысячи. Эм, какие здесь вообще будут такие четкие. Вот эти жесткие. Вот эти еще жестче. Лучники. Ну это легкая пехота. Тут конница. Давайте возьмем этих. Рисковый, на самом деле, сейчас был шаг. Мы все-таки в плюсе. Нет. Доигрались. Они ушли. А теперь мы в полной лаже. Серьезно. А вот это вот я не ожидал. Усиление власти в совете. Тот умер все-таки. Уполномоченный совет. Может нам стоило раньше сдаться. Не тянуть время. Законы стоят у нас минимальные. Уполномоченный совет. Крестьяне беспокоены недавней эпидемией. Среди черни растет убежденность, что во всем виноваты евреи. Давление их сторонников противников возрастает. Это фигово. Слышите? А что евреев-то трогать? Мы сейчас в реальной жопке. Еще это оспа. Ну блин. Если бы не это оспа, мы бы не потеряли войска в этой войне. Так конкретно. Еще бы и в этой войне. Был бы больше войск точно. Мы слышали о армянских выступлениях и считаем, что будет тушь, если в вашем мир поддержит свой народ. Можете знать евреев или казнить их. Неважно. Главное сделаете это. Что ты лепишь-то? Блин. Слышишь? Какие евреи-то? А где это можно сделать? На самом деле я не хочу никого выгонять и я даже не вижу этой опции. Может здесь? Нету. Ладно. Может как-то это восстание само решится? Серьезно. Союз не хочешь? Так ты же с кем-то там воюешь? С этим. О, хорошо. Хоть фасала сдержишь нашу, чтобы он этого не делал. Несмотря на то, что католикос Захария приснился к обвинениям против евреев, я не уверен, что это правильно. Я здесь дух в конце концов. Смотрите. Всех, кто исповедует евреизм, выгоняется из страны. Но сейчас... Блин, я даже не знаю. Но мы потеряем соточку. Ладно. Они не виноваты. Будем тянуть до конца. Да, серия вот так вот начинается, но я даже не буду ее переигрывать. Обычно в таком случае аж чешется заново начать записывать. Но я уже не осилю заново все это делать. Ходят слухи о погромах в городе Эребуне. Несмотря на мой указ, снимающий любое обвинение в распространении эпидемии с еврейского населения. Потеряем 100 престижа. Может все-таки сдастся сейчас. Кстати, плодовидность уменьшается. Благочесть пополняется. Потому что плодовидность это очень фигово. Давайте кстати... Господи. Что здесь сделаем? Править 20 лет. Давайте выберем этот вот опс. Я не знаю как мы будем качать себе навыки, но пусть будет. Давайте возьмем путь соблазнения. Нам нужно сейчас как-то выкручиваться в этом плане. Потому что один сын это не делает. Совершенно. Можно конечно сейчас себе обеспечить внуков. О боже. Какая толерантная она у нас здесь. Конечно закончились нормальные кандидаты. Всех разобрали. Ладно. Я пытаюсь заснуть, но каждый раз меня настигает один и даже повторяющийся кошмар. Мой народ страдает, молит меня о помощи и проклинает за бездействие. А на самом-то деле... Она уже уходится. Давай, открываем ворота. А че вы то не истощаетесь? Вопрос. Мы истощались в воспе, а вы нет? Это не честно. Совсем не честно. И доход упал у нас. Вообще полная задница на самом деле. Гражданские беспорядки. Кошки истреблены. Мы ж кошек не трогали. Дочка заболела. Сын. Можешь где-то укрыться, пожалуйста? Пещеру найди какую-нибудь. Они начали истощаться. Но это нам ничего не дает. Болезнь скоро уходит. Они даже не от болезни начали истощаться с того, что просто зима. Все. Да истощались. Вскоре после того, как разнеслась весть о том, что вы ищете лекаря. Хорошо. Монах. Армянин. А, ну так это ж вообще наш пацан. Насолил духовенство. Давай к нам. Лечи мою дочку. На самом деле, придется, наверное, сейчас просто дать власть совету, потому что... Я даже не знаю. Еще и... Сколько модификатор это будет длиться? 79-го года. 9 лет. Дочка умерла. Сын хоть в порядке. Так. Они теряют свои войска. На самом деле, я бы с ними расправился. Я бы просто их... Так покарал этих ребят. Вы даже себе не представляете. Так зол сейчас. А почему у него 2000... Почти 3000 войск, а здесь только... Он их не поднял, что ли? Откуда у него с вассалов? Он имеет 3000. Скажите мне, пожалуйста. У него всего лишь... Откуда у вас только? Почему он к нему так хорошо относится? А, предводитель восстания. Плюс 500. Вау. Мы сдаемся. Неприятно это говорить, но сейчас мы реально облажались. Совокупность неудачных моментов и событий как раз таки привело к этому. На. Так, прибывает ко двору кто-то у нас. Армения. Лидер крестьяна. Где-то вообще намеревался восстания сделать. Так, ну что ж. Страсть между мной и Анастасией все еще горяча. Только дремала у нас под кожей. И мгновенно проснулась от прикосновения любимого. Это были горячие, жестокие, замечательные любовные ласки. Такие как мои... Шанс 10% что мы умрем. Сердце дух сож... Выпрыгнуло из груди. Мы не умерли. Фуф, это было бы уже завершающим нашим неудачным событием. Просто комплекс каких-то мероприятий, которые не очень сказываются в нашем государстве. И мы могли сейчас просто закончить эту компанию вот так вот. Мне пришлось бы переснимать и... Получилось бы не так круто. Короче. Давайте пока на этом стоимся. Я говорил о том, что почему я выбрал на этот мод. Смотрите. Я бы конечно же подождал пока Warhammer доделают русификатор. Там сейчас сделано примерно 50%. Это во-первых. А во-вторых. У меня этот мод почему-то просто не работает. Серьезно. Я и как там только не химичил и с бубном танцевал и хоровод вокруг компа водил. Он не работает у меня. Понимаете? И... Я буду решать эту проблему. Заодно и русификатор может к этому времени потянется. Сейчас. Этот прохождение у нас будет как буфер наверное. Просто будем тянуть время к нашим следующим прохождениям. И я не рассчитываю, что оно будет сильно долго. Если конечно оно вам не понравится. А вы обязательно напишите в комментариях. Стоит ли его вообще продолжать. Стоит ли им заниматься. Или стоит сконцентрироваться на чем-то другом. И... Вернуться ли к Игре Престолов. Да. Мод очень популярный. Сейчас занимает первое место вообще списком модов. Но его сейчас адаптировали под 2.7. Но честно говоря. Утзывы плачевные и очень печальные. Поэтому пока я не хочу даже пробовать. Потому что я начитался многого. Адаптировали они очень криво. Да еще и русификатор тоже не адаптировали под сам мод. Так что пока приходится просто ждать. И... Вот на помощь нам приходит мод ЦК+. Потому что он хорошо локализован. Его ребята классно перевели. Я даже с ними лично знаком. И... Спасибо вам огромное кстати. Кто над этим переводом работал. Как я уже говорил. Пишите в комментариях. Стоит ли продолжать в него играть. Или же стоит как-то там за ассасинов больше играть. Хотя там мы почти дошли до нашей финалочки. Можно так сказать. Ну серии конечно мало вышло. Хочется больше. Ну что ж. Заговорились мы что-то. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Самое главное. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...